Чемпионы России по народным танцам Катерина и Вадим с гордостью показывают свои награды. Считая, кубки сбились. За время существования коллектива «Фантазия» их набралось под сотню. На последнем соревновании стали лауреатами первой степени. Ребята настолько привыкли всегда и везде быть первыми, что серебро и бронза – повод для расстройства. Расстраивались, когда получали вторые места, третьи. Это для нас обидно все равно. Но иногда это бывает из-за нечестности судей. Но мы это принимаем. Ребята говорят, чувства, которые испытываешь, выходя на сцену, ни с чем не сравнимы. Отказаться от этого невозможно. Вот стоишь за кулисами, прям перед выходом. Потом раз, вышел, танец там минуты четыре, там пять. И вышел, и сразу уже конец. И вот не запоминаешь, что ты делал. Прям вот все на автомате. Мышцы сами помнят, сами все делают. Тебе главное улыбаться. И вот этот адреналин, ощущение такое, на самом деле, ни с чем не сравнимы. Никак его не описать. Коллектив «Фантазия» появился в 93-м году на базе 154-й средней школы. За это время из него вышли десятки талантливых танцоров. Некоторые из них возвращаются после окончания школы уже в другом качестве. Эмилия Крупенникова сама училась в этой школе и танцевала в «Фантазии». Теперь делится опытом с подрастающим поколением. Есть такие моменты, когда они чего-то не хотят, что-то боятся, что-то хотят новое узнать для себя. Но мы стараемся им дать показать, в первую очередь, показать мир. Поэтому мы конкурсы определяем, какие-то поездки, именно хореографические, даем им базу для развития. Мы стараемся так влюбить детей в танец, чтобы, выйдя из школы, они так и шли по жизни, танцуя. Следующая поездка коллектива – международный танцевальный конкурс в Санкт-Петербурге. Организаторы пригласили «Фантазию» без отборочного тура. Алина Чемберис, Мариана Мирная, Станислав Левин. События.